Занимаюсь сейчас рукодельем. Время уже 11 часов. Делаю торт из памперсов. У нас теперь у Олеси появился двоеродный братик еще один. Все, ура. Тортик упаковаешь. А вот такие полезные сладости мы кушаем. Тут банан, яблоко, изюм, финики. Олесь, ты что любишь больше всего? Изюм. А еще мы играем в такую игру. Будем угадывать, да? Давай, закрывай глаза. Нет. Давай. Закрывай глаза, открывай рот. Так. Изюм. Правильно. Сегодня первый раз пробовала плести из резиночек и вот что у меня получилось. Начала смотреть обучающие ролики как раз по этому плетению резиночек на ютубе. И мне показалось это так сложно. Но нам подарили вот эти резиночки. Я думаю, надо бы попробовать. И получилось. Меня втянуло это занятие. Вон я Олеси с твой коль кожи наплела браслетиков. Я болею. Просто у меня с голосом беда. Она у меня уже сгрызла один крючок вот такой вот. То есть купить другой. Я не знала, где их продают. Ну, короче, я нашла в фикс-прессе. И в фикс-прессе я нашла такой наборчик. Здесь было 4 цвета. Рогатка вот такой мини-станок. И крючок. 600 резинок написано. Я уже попробовала разные виды плетений. И вот сейчас я пробую на вилке. Сегодня первый раз приготовила тыквенный пирог. Давно тыква лежит в морозилке. Вот решила сделать пирог. Будем сейчас пробовать. Надеюсь, получилось очень вкусно. Сюда я еще добавляла один апельсин. Прям с цедрой. Цедру натирала на терке. На мелкой. Кстати, очень получилось вкусно. Завтрак сегодня овсяная кашка с сухофруктами. Здесь изюм, курага и чернослив. Получилось прям очень вкусно. Печенье тает во рту. Короче, сегодня с Олеськой пересаживали цветы. Я решила сюда, хочу на балкон, посадить красивые цветочки. И вот пересаживали старые растения. Потому что они у меня очень разрослись. Вот и вот. А вообще в огородничестве я полный ноль. Я вообще не люблю с этим, как связываются с землей, с огородом. Но вот сегодня решили все-таки позаниматься. Чтобы было все в земле, я только сейчас все отмыла. Сегодня была у гастроэнтеролога. У меня что-то прям проблемы с желудком, с кишечником. Короче, мне врач сказал, я думала, он мне назначит кучу лекарств. Но нет, оказывается. Вот эти все проблемы с желудочно-кишечным трактом, им не лечится питанием. То есть, у меня он, грубо говоря, назначил сыроедение. То есть, 2 кг овощей мне нужно съедать в день. И 1 кг фруктов. Не знаю, насколько меня хватит, но вот такой вот тазик салата мне нужно есть 3 раза в день. Хотя бы это минимум. Посмотрим, не знаю, выдержу я это или нет. Нельзя вообще и шоколад, все сладкое, все мучное. Сегодня решила сделать корзинку, плетеную из газетных трубочек. Вот таких вот вырезала. Она у меня будет такая небольшая. Интересно мне, что получится. Буду пробовать такое делать в первый раз. Сегодня посадили на балконе цветочки. Вот интересно, посмотрим, что выросит. Вот наша улитка Соня, как подросла. Мы трех улиток отдали друзьям, оставили одну. Вот так она уже выросла. Да, Лесь? Сегодня 31 марта, решил покататься на велосипеде. У нас, наконец-то, классная погода. Ура! Всем привет! Сегодня 9 апреля. Сегодня сегодня суббота. Это значит, что у нас сегодня субботник в огороде. У нас сегодня просто замечательная погода. На улице 15 градусов, хотя еще только 10 часов утра. В обед будет, наверное, все 20. И будет очень тепло и жарко. Мы с Олесей болели две недели. Я, она заболела. У нас болотит очень жутко. Короче, не хочу даже вспоминать об этом. Потом мы все заболели. Вот, но у нас с мужем все как-то легко прошло. А вот у Олеси было все это очень сложно. Ну вот, наконец-то, хорошая погода. Я рассказывала, что огород у нас находится в черте города. То есть, от нашего дома на машине ехать минут 20. Сегодня будем там убираться. Маму с собой берем. Она там что-нибудь посадит, может быть. Так что вот, сегодня у нас будет субботник. Олесю у меня почти выздоровела. Остался у нас, правда, только сильный кашель. Не знаю уже, когда он кончится. Но мы две недели сидели дома. Уже так надоело. У нас и дожди были, плохая погода. Сегодня, наконец, чудесная погодка. И мы сегодня выбираемся, наконец. Ну, ты там все, знаешь, собрать только по тропинкам. А здесь посажены глубинные чесны. Виноград. Еще вырубила. Мне нравится цвет, кстати. Я попросила дерево. А здесь пропал лово. Колеса переобуваются все. Велосипедист. Надо тоже покататься на велосипеде, будет сегодня. Или завтра. Погодка класс. Очередь на автомойку. Мы наработались, устали. Едем домой отдыхать. Ехали мы сейчас домой, хотели подъезжать. А тут увидели, что у нас вообще субботник идет во дворе около дома. Поэтому тоже всех призываю идти убираться на улице. У нас, конечно, даже соседи мусорят. Я вообще в шоке была, когда увидела, что они идут пиво, пьют и оставляют бутылки у подъезда. Если честно, я уже пошел. Я ему дала большие пакеты, перчатки. Пойду сейчас к нему присоединюсь. Будем наводить чистоту. В том году, кстати, я хотела посадить там цветочки. Но там земля такая жесткая. Вообще койка, короче, мы сможем там посадить. И ничего у нас там не выросло. А сегодня, вон я смотрю, хотят там что-то посадить. Кустики, что ли, деревья. Сегодня понедельник. Едем сейчас с массажем. Ездили в центр города. И мне не понравилось. И у меня раздражение ужасно пошло от этого масла, которое мне делали. И я чешусь вся сижу. Сейчас быстренько домой. Быстрее все это смывать. У меня пять сеансов релакс-массажа. Но я там вообще не испытала никакого релакса. Я поняла, что на Беглионе больше никакие купоны покупать не буду. Здесь у меня сидела, там ждала. Играла в Angry Birds на моем телефоне. Дай. Дай, какая дубль я. А еще мы едем сейчас на детское день рождения. Мы уже жутко опаздываем. Время уже шесть часов. А нам к шести. Там аниматоры будут. Ой, мы пока собрались. Пока то-се. Олеся все-таки уложила спать. Она поспала хоть чуток. Иначе бы она не выдержала. Да просто еще беда в том, что ее вчера вырвало. И я боялась. Думала идти, не идти до последнего. И все-таки мы решили пойти. Надеюсь, все будет хорошо. Что-нибудь поснимаем там. Так что побежали уже быстрее. Добрались удачно. И пробок не было. Но мы забыли шарик. Сегодня пошли специально купили шарик. И забыли его дома. Звезда ты моя. Ты звезда? Я моя. Ты валяешься? Молодец. Давай пять. Смотри, на сам, на сам. Смотри, на сам. А давайте ночью поговорим. Куда ты черт возьми? Ой, я приду. Антон. Антон. Класс. Олеся, ты кем будешь? Антон. А что это было у тебя рождение? Ну, отчет. Я не пошли, хотя бы мог крикнуть. Я. Вот, спасибо. Но мне не дают. Тянет рука. Это будет потом стену поблить. Да, скучно. Спасибо. Вкусно. Капа-санта! С днем рождения! С днем рождения! Еще, еще, еще! Ура! Время 7 часов. Мы еще в парке гуляем. Сегодня гуляем и гуляем. Сейчас погода такая, еще непонятная. Днем жарище, утром и вечером холодно. Сейчас я езжу опять на массаж. Опять у меня жуткое раздражение. Еще заехала в Тридцю Советскую. Днем ракетный комплекс ТС-25. Кстати, сегодня у меня знакомые поехали на место приземления Гагарина. Это у нас около Саратова находится. Вот. Мы с Олеськой хотели поехать, а потом думали, ну, туда ехать все-таки час, а может, даже чуть побольше. Ну, короче, мы решили не ехать с ней. Может быть, потом, летом еще туда съездим. Пока еду в пробки, давайте что-ли расскажу про вождение вообще, когда я села за руль первый раз. Короче говоря, права я получила вообще 8 лет назад, а ездить я еще начала 10 лет назад. То есть у меня был парень, который ездил на машине, и он меня учил водить. Я всегда мечтала водить машину, я всегда ее очень сильно хотела. И вообще у нас в семье не было машины. И это, честно говоря, было ужасно, потому что мне всегда хотелось иметь машину, чтобы можно было бы свободно куда-то, куда хочешь, туда и поехал. Сейчас, например, я даже не знаю, как без машины можно добраться в какой-то конец города, например. Я всегда хотела, особенно летом машины, чтобы можно было ездить на речку, на Волгу там. Ну, короче, я помню, что как раз, когда я была маленькая, мы ездили только на пляж городской в основном, куда надо было очень долго ехать. Сначала на автобусе, потом это все с пересадками, и это было очень проблематично. Кстати, несмотря на то, что у нас в Саратове, Волга, у нас очень мало пляжей, где можно свободно, бесплатно подъехать, искупаться. Пляжей очень мало. Городской пляж у нас находится под мостом, между мостом Саратов-Энгельс. И, по-моему, сейчас я уже не помню, он платный или нет, но он раньше был платный, когда в детстве я ездила с родителями туда. Во-первых, это от нашего дома надо было ехать полтора. Сейчас сел на машину, поехал куда хочешь, уже знаешь места определенные, куда можно съездить на Волгу. Обычно мы ездим на Шумейку, в Генеральское, и еще там пару мест в Престанно мы знаем. Ну, то есть все равно это в Саратовской области. Ну, то есть это от Саратова, от города, если от нашего дома, то ехать туда где-то 40 минут на машине. Всем привет! Сегодня пятница, мы приехали гулять на набережную. Хорошая погодка, уже с утра было 15 градусов. Тут у нас друзья живут, они скоро придут, и мы будем тут гулять весь день. Маши ручкой, дочь. Вообще классное настроение, еще и не классно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...